Всех приветствую, товарищи! Итак, долгожданный полноформатный ролик сегодня на канале. Когда он выйдет, я не знаю, но сегодня пятница. Почему задержка, я уже писал в сообществе, потому что YouTube опять чудит, почему-то очень-очень долго идет обработка в HD-качестве. Проверка, слава богу, проходит достаточно быстро. Вот обработка, это что-то с чем-то, это почему-то очень надолго. Не знаю, с чем связано. Может быть с тем, что YouTube немножко переформонтируется в сторону коротких видео. И вы, наверное, заметили, что я сейчас вот в этом направлении тоже стараюсь работать. Давно хотел это сделать. То есть сейчас в чем фишка? Сейчас длинное видео и короткие, они разобщены, то есть они не перемешиваются. Если вы обращали внимание, отдельная вкладочка наверху есть в менюшке. Поэтому это достаточно удобно, то есть материала очень много. И я просто могу по каждой теме какой-то конкретной создавать вот этот коротенький ролик, минутный, потому что формат ограничен минутой. И там показывать какие-то нюансы по автомобилю. Вот именно в сжатом таком формате. Мне это, честно говоря, нравится. Вот так. Ну и полноформатные ролики, естественно, тоже будут. Я от этого никуда не ухожу. Но вот этот с обработкой, вот этот вот косяк, как это назвать, он, конечно, дико-дико раздражает, если честно. Представляю в 4К, сколько будет длиться обработка, если видео выкладывать. Сегодня, сегодня мы с вами поедем по бездорожью. Вот хочу я добраться до одного места. Там раньше когда-то была деревня. В общем, короче, ну, приедем туда, и я там включусь. И мы, товарищи, на месте. Вот здесь начинается наш путь. В каком состоянии дорога, я, честно говоря, не знаю. Ну так, с виду вроде ничего. О, вроде ничего страшного нет. Так что, поедем вперед. Смотрим, что там нас ждет. Ну вот, я думал, тут какая-то жесть будет. А здесь вполне все пристойно для нашего автомобиля. Как асфальт практически. Хотя, слушайте, глина. Машина таскает. Вот, видите как. И, в общем-то, ну да. Буксует, буксует автомобиль. Это ерунда. Пока ничего страшного здесь я не вижу абсолютно. Легкая, приятная прогулка. Кстати, еще по поводу времени хочу сказать, что тоже вот могут люди возразить что-то. Какая разница, сколько видео обрабатывается. Ты снимай, да, выкладывай. Вот как бы каждый день и будет потихоньку дело делаться. А времени сейчас просто столько нет для съемок. То есть, я уже рассказывал, что с лесом-то у меня сейчас на паузе все стоит, как и у многих других. То есть, лесной сектор сейчас не лучшие времена переживает. Вот, и поэтому надо новое направление развивать. А это очень много времени требует. То есть, это очень тяжело раскачивать. И, соответственно, приходится много времени посвящать этой работе. Поэтому вот так вот. Шорт сделать недолго. Видео. Так, вот здесь куда ехать? Вопрос. По-моему, туда. Короткое видео создать недолго. А вот сделать длинный ролик это времени требует побольше. А его сейчас толком и нет. Ну, вот здесь дорожка проглядывает. Вот, ну, как бы видно, что тут, наверное, охотники, может, ездят. Мне-то интересно, там в конце осталось ли там что-то. Пятница. По пятницам обычно вот такие у нас по традиции выезды. И, значит, смотрите, что еще будет. То есть, вот про дом, который там, вот этот проклятый дом. Так называемый. Ух ты. То есть, тут уже, тут уже похуже. Кри. Вот. Значит, про проклятый дом. Это будет на неделе поездка. Скорее всего, что. Сейчас пока жду еще немножко, чтобы трава поулеглась. Это важно. И будет в ближайшее время воскресенье. Ну, по планам. Поездка в Вожигодский лагпункт. Очередная. Посмотрим, вот что там. В прошлом году я туда ездил. В этом году еще в первый раз только поедем. Я напоминаю для тех, кто не видел. Лагпункт этот был открыт. Обнаружен, вернее. Он, ну, совсем недавно. Два года назад, получается. Никто не знал об этом месте. Сокрыто оно было в тайге. И вот обнаружили. И место памяти там сделали. Часовенку поставили. То есть много там людей погибло. Годы репрессии. Ну, об этом. Об этом позже. Когда поездку это будем с вами совершать. Уже трава подступает. Скоро зарастет эта дорога. Так. Я в колею попал. Блин. Давай выезжай. Выезжай. Опа. Видите как? Глина здесь вообще. Под этими листочками опавшими. Слой глины идет. Ну-ка я сейчас попробую на тормоз нажать. Сейчас посмотрим. А, вот, слышите? АБС срабатывает. Вот скользина здесь. Коварная дорожка. Если сюда ехать на моноприводном автомобиле. Можно не выехать. Потому что под гору я сейчас еду. Так. Снова я в колею попал. Ну ладно, поедем по колею. Как по рельсам. Колея неглубокая. Поэтому я тут не развешусь. Погода, кстати, сегодня такая. Осенняя, настоящая. Дожди поливают. Уже который день. Что, едем дальше. Телефонный звонок я ответил. Вперед. Вперед. Едем. Надо щетки будет поменять. Скрипеть уже начали. Это штатные дворники у меня стоят. Стекло. Когда вытирает уже досухо. Начинает скрипеть. Ну, в принципе, это у многих автомобилей. Так. У всех практически. Так. Нет, тут я бы не сказал, что ехать тяжело. Вообще, вот я сейчас на первое повышенное еду без блокировок, без всяких. Без напрягов. Абсолютно. Но машину, как видите, вот ее таскают в глине. Тут вот место уже поинтереснее лужи. В таком медитативном ритме поездка проходит. Блин, тут камень торчит. Камень. Камень здоровый. Надо его объехать. Ну, слушайте, смотрите. А машинка-то так немножко зарывается. Вот колья. Колья создается. О. Так. Ух ты. О, нормально. Все. Так. Так. Тут что у нас. Да нормально все везде. Без проблем. А тут трактор какой-то ехал. Следы колесника. А вот, кажется, я доехал до того места, где надо куда-то поворачивать. Тут, кстати, интересно такие места, между прочим. Вот. Очень местность такая любопытная. Какие-то овраги. Интересно. Как будто тут что-то было. Ладно. Вот вниз. Достаточно тут такая горка. Большая. Съехали. 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 Радон Съехали. Субтитры делал DimaTorzok Так, это место где-то здесь Судя по всему Сейчас надо снова свериться с картой Кстати, загорелась лампочка Она заправиться будет Короче, это здесь Но по ходу дела Следов здесь никаких вообще ничего не осталось Так что Так что вот Не, не, здесь Здесь ничего нет Ух ты, блин Защитой задел Так Ну ладно Схожу в любом случае Посмотрю, что тут такое И будем принимать решение Что делать дальше Ну что я вам хочу сказать Здесь я Не вижу Того Что я хотел увидеть Видимо Пустоит это место Очень-очень давно Даже название не сохранилось Так Так Звериные тропы Тут есть И все А я Уже в сырых Джинсах Трава Как вы понимаете Достаточно сырая Так Ну в принципе Это чего До До темноты Я сюда приехал Нужно Можно ехать обратно Больше я тут Не вижу смысла Что-то делать Кто спросит Зачем ты вообще сюда Поперся Какого черта А вот так Исследую 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 район Ищем Короче Что-нибудь Интересное Так Ну дойду Вот Не знаю Тут До сюда Вот Да Здесь ничего нет Тут в принципе Можно Можно Больше ничего Не смотреть Пойду обратно Быстрее В машину Промок Уже Холодно Погодка Конечно Не совсем Для таких Вылазок Ну либо Экипировка Не совсем Подходящая Тем не менее То что надо Сделал Вернее Не сделал Ничего Ничего не обнаружил Короче Интересного Будем разворачиваться Редактор Ух, как приятно после таких вылазок в теплом салоне оказаться Представляете, если на квадроцикле или на багге вот так вот ехать Потом еще, когда ты весь промок на холоде На холоде потом еще ехать Так, тут где-то я сдевал пузом защита, вернее, под передним мостом Надо аккуратно Хотя она свою прочность уже доказала, я ее так и не смог пока измять В отличие от штатного пыльника, который ни о чем так он по асфальту ездить Усиленная защита это вещь, ребята, рекомендую Об этом я показывал в ролике про первое ТО На первом ТО я поставил усиленную защиту Ищите на канале Все есть Так Я думал, честно говоря, что будет здесь интереснее Вот дорожка, потому что Ну Тут практически рубиться-то нигде не приходится Смотрим, конечно, как там То, что вот я колею немножко размесил Как там будет Но я не думаю, что Здесь С какими-то затруднениями Блин, вот интересное место, конечно Такие тут ямы Что тут делали? Что тут было? Ощущение, что все перекопано Интересно Любопытно Фу, печка у Нивы, конечно, зверь Вот я сейчас Буду переводить Вот в этот вот режим Вот в такой вот Потому что уже все Уже жарит При этом температура двигателя Она как бы вон В рабочем диапазоне абсолютно И кто вот про перегревы-то любит говорить Да, Нивы давно не греются уже Давным-давно Уже проведено Субтитры делал DimaTorzok Ну и в принципе Это все интересные места Я думаю, что и Вам показал Одна лужа Там вот, конечно Небольшую сложность представила Но там побольше газа Вылетел Выцарабался Короче Вот Ой 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 Вот здесь в колее Сейчас на На ходе подвески За щиткой так Помк так мягенько Ударился Немножко Между колей Об этот горб Да, вот когда-то Жили же здесь Дорога была сделана Деревня была Удивительно Сейчас вообще никаких следов Не осталось Абсолютно Видно, что что-то тут делали Ну все Тут лесники Зимой Только что ездят И все Такая вот получилась Поездка Ради поездки Сегодня Скоро выезд Уже накатана Достаточно Дорожку И вот она Вот она тут и есть То есть вот туда вот уходит Дорога в ту сторону До леса я так понимаю Что Вот она Люди ездят Вот наезжены Тут уже все Ну что друзья На этом Я пожалуй И заканчиваю Сегодняшний сюжет Всем пока До новых встреч На канале Я по крайней мере Отдохнул Хоть и Безрезультатно Получилось Вот это вот Но я так люблю Я люблю просто Выбрать направление И исследовать его Теперь я зато знаю Что здесь ничего нет Тоже результат Согласитесь Новейшая разработка Из России Автомобильная система Спасения на бездорожье Если ваш автомобиль Застрял Вам больше не потребуются Браслеты Цепи Сент-траки И тем более Трактор В одной Компактной сумке Вы найдете Полный спектр Приспособлений Которые помогут Вызволить ваш автомобиль Из любой Самой сложной Ситуации На бездорожье Более того Имея этот комплект Ваша психологическая Проходимость Увеличивается В разы Проверена Система Производится В России Защищена Патентами Производится В двух Версиях Для внедорожников И моноприводных Автомобилей Более подробную Информацию Смотрите внизу В закрепленном Комментарии К этому ролику Для оптимизации Пространства Багажников Автомобилей Lada Niva Travel И Chevrolet Niva Мы предлагаем Отличное решение Это Органайзер Багажника Органайзер Очень вместителен И выдерживает Распределенную Нагрузку Более 300 Килограмм Органайзер Продуман И функционален Монтаж И демонтаж Его Не вызывает Абсолютно Никаких Затруднений Органайзер Естественным Образом Фиксируется В багажнике Вес Органайзера Без вещей Составляет 9 килограмм Разработка Органайзера И его архитектуры Велась методом 3D сканирования Багажника Автомобиля А производство Осуществляется На автоматизированном Оборудовании Посмотрите Какая гора Вещей Сейчас вы Наглядно Убедитесь Насколько Вместителен И функционален Наш Органайзер Вы видите 4 отдельные Крышки Однако Внутренние полости Органайзера Сообщаются Друг с другом И это позволяет Помещать туда Крупногабаритные Предметы Которые Превосходят Размер Отделения Выдвижной Столик Это Базовая Опция Через Боковые Дверки Удобно Доставать Предметы Когда Органайзер Сверху Загружен Вещами А вот Пример Использования Столика Согласитесь Очень удобно В число Дополнительных Опций Входит Яркая Светодиодная Подсветка Которая Включается Когда Вы Открываете Багажник Также В числе Опций Мы предлагаем Эво Коврики Для каждой Крышки Органайзера Коврики Надежно Фиксируются Липучками И Собирают В свои Ячейки Воду И Грязь Органайзер Обеспечивает Ровный Пол При Сложенных Сидениях Заднего Ряда Для Зимней Щетки Тоже Найдется Место Чтобы Заказать Данный Органайзер И получить Хорошую Скидку Звоните По Указанному На ваших Экранах Номеру Либо Пишите На Электронную Почту Которую Вы Видите На ваших Экранах Более Детальную Информацию А Также Информацию По Ценам Смотрите Внизу В описании К этому Ролику Производство Органайзера Базируется В городе Москва Возможен Самовывоз Субтитры Органайзера Органайзера